Парень 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 Русские умеют ценить человека, видят рабочего человека, который умеет действительно показать себя, и за это большое спасибо. Это мой сон приехать в Россию, и я даже снял фотографии с двумя известными людьми, но, правда, я их потерял. Я очень хотела их выставить в Инстаграм, в Фейсбук. И у Эмильяненко Федор, я его взяла фотографии в 2009. Я его обрался в отеле в Лос-Анджии, и я был очень эмоционен, чтобы встретить его лично. Итак, первый человек, который я встретил, это Сильвестр Сталлоне. Конечно же, второй человек... И, конечно же, второй человек, это Федор Емильяненко. Я с ним познакомился в отеле. Я с ним познакомился еще в Штатах в 2009 году. После того, как отец умер, я помогал Родригу, одному моему другу, Минотавру, Родригу Ногейра, работать в своей технике против Федора. И мой pai faleceu. Мой pai был мой первый херой, и потом моих херой были Сильвестр Сталлоне и Федор. Итак, мой отец, это мой герой. Первый мой герой, второй герой это Сильвестр Сталлоне, третий герой это Федор. Большое спасибо. Большое спасибо. И когда ты выходишь в бой, никогда не знаешь действительно, что произошло. Ты в таком смущенном, сметенном состоянии. И, на самом деле, после первого раунда мне казалось, что я даже выигрываю. И это очень сильно меня эмоционально потрясло. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Стефану Сартори, а также организаторам этого боя. И всем вам тоже большое спасибо. Такие задумок мы никогда не планируем. На самом деле, да, пропустил. Пропустил и никак не ожидал. После первой и второй атаки я думал, что все будет казаться хорошо. Поэтому пошел немножко откровенно. И опустил два таких удара, с которых пришлось не тяжело восстановить. Ну, а Фабио ждали такого боя и все-таки выстрелили сюрприз? Я думал, что будет немножко проще. Я знал, что Фабио прекрасно, хорошо работает на руках. Что мы на него много специальных боев, все победами. Но все-таки надеялся, что смогу его поймать. Вот, ну и хотелось еще поработать на его территории. Хотелось, я знал, что Фабио профессиональный боксер. И хотелось немножко поработать на его территории. Поверить себе. Как сложно было восстановиться после первого раунда? Нет, на самом деле не сложно. Главное было встать и поддержать дистанцию, чтобы восстановиться. Ну, и Фабио, видно, немножко поднагрузился, поэтому не сразу атаковал. А были опасения, что судья остановил войну? Нет, я не потерялся. Ну, в карьере у вас была такая ситуация, когда вы же встали на Хатушкунах тоже не поднагрузили. Ну, надеялся, не произойдет, потому что контролировал, ну, был в полном сознании. Еще, как вы сочтаете на эту тему, вы встали в Союзе ММА. Судьи, которые работают на Союзе, они тоже стоят в Союзе ММА. Они просто знают, что не надо пересекаться в каждой коррекции? Ну, знаете, своих судей каждый раз, каждый, перед каждыми соревнованиями Рамеру Габдулину я требую от него честного судейства, независимо от того, кто в ринге. И в этот раз тоже самое требовало, и по отношению к себе тоже. К себе и к своему сопернику, поэтому здесь компетентность. Еще не будет воды? Тигр, посмотрите. Питер, вы здесь единственный спортсмен в футболке с Владимиром Владимировичем. Сейчас она довольно популярна. Значит ли это, что вы хотите получить, возможно, когда-то российское гражданство? Или имеете какие-то планы в отношении России? Отличный вопрос, поскольку бой прошел неудачно, ужасно. Россия прекрасная страна. Я бы с удовольствием здесь жил в качестве времяпрепровождения для удовольствия, но поскольку у меня жена и семья в Австралии, я не могу. Но если бы было какое-то место, где бы я согласился жить, то это в России. Еще такой вопрос. Была ли похожая эта ситуация на то, что был в бою с Фуджитой, там тоже были стыли удары, потерялись в какой-то момент? Ну, знаете, с Фуджитой это было так давно, что уже и забылось. Да, и тогда случилось так, что я пропустил удар, поэтому необходимо было время, чтобы восстановиться. Но здесь тоже почувствовал, что получил нокдаун, вот и необходимо было время, чтобы гасить удары, уходить с лень атаки, необходимо было встать и восстановиться. В перерыве после второго раунда к Левке подпечатал ходить к моему предмету к нашему клубу, и что-то начало, советовать слышали ли вы его? Ну, вы подсказки в этой ситуации не слышали. Я слушал совершенно не раз. Я слышал подсказки, но не видел, кто подсказок. Я сразу слушал, что я принял. Я слышал, что мне говорили. В голос ходил, вы слышали? Это был достаточно тяжелый бой, наверное, один из тяжелейших в вашей карьере. Это очень просто количество повреждений, количество пропущенных ударов. Можно искать, что он не могил, но лучше за карьеру. Лучше бы, вряд ли. Знаете, наверное, зрителям особенно нравятся такие бои, но я бы сказал да. Судя по тому, какой щад мне нанесли, то есть дематома, да, наверное, один из самых худших. Для меня. То есть я не привык пропускать. Ну, учитывая то, что я потерялся, здесь надо было, конечно, найти себе силу восстановиться, стать и восстановиться. Поэтому... А, скажите, пожалуйста, есть более общий вопрос, касаясь этих спорта вообще? Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Генерал, пускай это делают параллельно, сэкономим время. Хорошо. Я хотела представить, каково ваше мнение относительно решения Международной лихоатмитической ассоциации не позволить российской лихоатмитической форме принять участие в Алимпийских играх в Рио-де-Жанейро из-за обвинений в принятии допинга. Насколько это справедливое решение с учетом того, что принятия допинга обвиняют объекты со сменой, а в Олимпиаде и в Суфе целую гонную отдельные страны. Это идиотизм. В одной можно праздновать его характеризовать, по-моему, все вот это решение. Почему за просыпки одного или нескольких спортсменов должна страдать целая сборная, целый вид спорта? Вообще там обсуждается еще и посвящение вообще страны в целом. Это глупость полнейшая. Боже Бог, когда политика, большая политика, меньше вешивается в спорт. Спорт – это консолидирующее, объединяющее явление такое, которое всегда массы и народы объединяло. А сейчас, ну, вы видите, за внешней политикой следит, прекрасно понимаете, к чему это делается и кто это делает. То есть, ну, это глупость полнейшая, поэтому все мы все понимаем. И мнение, я думаю, на всех одно. Я согласен с Виталием, что не надо перемешать политику к спорту. Но здесь, я думаю, что у нас каждый должен заниматься своим делом. Здесь должна работать специалистами Министерства спорта и Министерства иностранных дел. Но вот, когда был предложен иметь вот белым флагом МОК, да, то есть, они... Ну, есть у нас флаг в России. Вы не считаете, что это политическим решением? Вы не считаете, что это политическим решением? Я же говорю, я согласен с Виталием, поэтому, что это не стоит смешивать политику и спорту. Вы нас? Вы нас тоже? А, все. Я об этом даже ничего не знаю. Мы были слишком увлечены организацией Вента. Я не знаю. Я не видел русских, я видел американцев, они использовали, но русских нет. Так что я думаю, что это лицемерие. Вы знаете, на самом деле, это трагедия для целого поколения спортсменов. Можно даже так сказать, это не громкие слова будут, которые ребята, которые жили мечтой, олимпийской мечтой, и их этой мечты лишили. Потому что, ну, не каждый, не каждый попадает, может попасть в олимпийскую сборную и представлять свою страну на своих каких-то спортивных состязаниях. И когда тебя лишают за политических каких-то моментов, причем, когда ты не имеешь никакого отношения к допингу и этим скандалам, ну, это на самом деле неправильно. Те люди, которые попадают на допингу, которые употребляют допингу, безусловно, я и слышал мнение нашего президента Владимира Владимировича Гитланова, который говорил, что да, давайте наказывать тех, кто попадается на допингу. Зачем это, так скажем, переводить плоскость всей сборной и целой страны. Ну, здесь я считаю, что немножко неправильно, и опять же политика. Да, я согласен с Виталием. Несправедливо обвинять всю страну, всю сборную в использовании каких-то веществ из-за действий конкретных персон, конкретных личностей. Поэтому, да, моя точка зрения на этот вопрос в основном такая. Георгий, Георгий, сильно ли чувствуется влияние возраста на какие-то кондиции, выносливости, на силу, на спору? Нет, слава богу, пока держимся. Держимся в одном стройе с новыми ребятами. Нет, кондиция не повела, физическая сила тоже, слава богу, есть. Какие дальнейшие планы? Будем делиться дальше. Засынаемся, сделаем выводы и будем делиться дальше. Вы знаете, мысль была выступать достойно, так как выступала команда Федор Артимов и Файтнайп. Все ребята победили, поэтому немножко давляло, наверное, то, что тоже должен победить. Ни в коем случае не грачить своих соотечественников. Это все мелочи. Это дематома. Просечения нет, поэтому дематомы не сойдут через дворе. Камил, можно к вам вопрос? Можно сейчас, в сегодняшний день, для вашего промоушена, в следующий звездный участок, в плане конкуренции с другими, потому что теперь все будут говорить, что Федор Емельяньки этого не проиграл, или на пайк начинал? Вы знаете, здесь есть две составляющие. Взять ивент в целом и в отдельности бой Федора. Хотя одно без другого, естественно, случилось. Во-первых, я сегодня, конечно, так пережил удивительный момент в своей жизни, в истории нашей компании. Потому что я сегодня посмотрел, как могут в России болеть. Я такого не видел. И мы в Америке бывали на ивентах, где дрались любимцы публики, дрались бразильцы на наших глазах, за которые приезжали тысячи человек болеть. Мы были как на турнире, когда швед Густав сандрался, когда дома. Ну, как сегодня болели люди, россияне за Федора. Я сегодня еще раз убедился, потому что Федор, конечно, великий человек. Что касается боя, ну да, для промоушена это рост объективно. Почему? Потому что... Ну, это, наверное, хорошо, на самом деле, для всех. И не побоюсь этого слова сказать, даже для Федора, что бой был именно таким. Потому что если бы Фабио проиграл, как многие говорили, проиграл быстро, то нам бы, конечно, сказали, что мы устроили просто показательное выступление. Сейчас там есть расхожие термины из серии «квасной патриотизм», что-то еще. Ну, засмеяли бы в каком-то смысле слова. А так получилось, что и... Ну, знаете, законный бой, так еще у нас логично говорят. Законный бой и вообще хорошие поединки. Мне очень понравился, особенно основной карты. Приехали иностранцы, очень им достойно себя показали. Кто-то из иностранцев победил. Многие наравне дрались с нашими ребятами. Ну, то есть, это, конечно, прорыв. И не зря этот турнир юбилейный, наверное. Сама судьба, когда сделает турнир ботинок. Если подвольте, вы сказали, что Мальдонадо сегодня очень сильно подорожал. Значит, что вам придется платить его больше? Будете ли вы? Ну, платить больше как? Ну, в следующий раз. В следующий раз. Если он будет, уже все зависит от планов этого спортсмена. И мне кажется, что даже неуместно их сразу обсуждать. Как бы, да, с пылу, с жару. Ну, а подорожал, наверное, объективно. Потому что закатил бой Федора Емеляненко. Таких людей вообще, скорее всего, было немного. И мировая узнаваемость. И мы уже и во всем мире тоже полоскали этот выбор. Мы же читаем иностранные СМИ, что он не соответствует. Он сегодня показал, что он соответствует. Значит, он у себя народнее в Бразилии просто в одночасье в героя превратил. Ну, и как следствие, подорожал. Потому что медийность сегодня напрямую влияет на гонорар. Ну, я теперь не исключаю, в принципе, что действительно он выступит у нас в одном из каких-то ближайших турниров. Ну, у нас вообще тяжеловесов в стране много. Кирилл Сидельненко, Виталий Минаков. Сегодня только Сергей Павлович. Смотрите, сколько их было. Нет, не вижу смысла реванш. Хотя народу, я думаю, понравилось. Народ бы еще раз на такой же бой пришел. Ну, тут это, конечно, вопрос к Фёдору и к Фабио. Видят ли они смысл? А наш дело организовать? Я никогда не отказывался от вызова в своей жизни. Никогда. Фёдор, Виталий Минаков. Мы с клетки, мы совершенно не понимаем, что с нами произошло. И мы в таком смятении, как я уже говорил. И я совершенно не знаю сейчас про будущее. Но я, правда, никогда не отказывался от вызова. Поэтому посмотрим. Как минимум недельку я сейчас отдохну. У меня также есть другие предложения в сфере бокса. Поэтому мы просто посмотрим, как все сложится. У меня есть другие предложения в сфере бокса. Итак, в следующий раз я буду биться против Николая Валуева в рамках Fight Night. Все согласны? Ну, я просто не знаю. Эли Ебер. Можно, Фёдор, вопрос. Вот, Виталий Минаковка со своего боя с Волкландом говорил, что Фёдор, вы ему посоветовали, что, Виталий, у тебя отличный удар. Почему ты не южешься в парьбой? Вот сегодня очень много сидит в партере. Мы слышали, как все кричали Фёдору «Борис!» переводит партер. Вот вопрос. Почему вы решили все-таки провести этот бой на ногах? Ну, я уже ответил один раз. Мне хотелось с Фёдор побоксировать. Он профессиональный боксер, и я знаю, что его карьера очень успешная. Но «Намай» это все-таки не бокс. Поэтому я думал, что для меня бой стоит удачным. Можно вам после войти? Мне кажется, что Фёдор сделал большое дело, потому что я бы сказал ему победу после первого раунда. Потому что в этом плане с вами более чем соглашусь в том смысле, что… Есть такое слово «выжить», да? Реально, в первом раунде это очень тяжело было. И вообще-то вот так, что… Мне кажется, что вот эта энергия людей, которая была сегодня в зале, 8 тысяч человек, которые в середине поры из-за Фёдора болели, они просто ему придавали сил. И поэтому он как бы действительно этот раунд действительно пережил, восстановился и пошел дальше. Потому что при таком скоплении людей, которые из-за тебя просто болеют всей душой, сорвали весь голос, ну просто, наверное, проигрывать было очень сложно. Сложнее гораздо проиграть, чем выиграть. Вот так. Спасибо. Спасибо. И это тот самый бой, наверное, который, знаете, есть в поединке, в котором ты выигрываешь, но тебя не зашиминают. Так что есть характер, да, и так далее. Понятно, что это не подтверждается, но это тот самый гость, который вы можете еще больше утверждаться, значит, надежность Фёдора Байкоскульна. Алкон будет достаточно простой. Да. Спасибо. Здесь я расскажу на очередь. Спасибо. Алкон достаточно простой, как вы, что между раундами, как вы успевали. Да, конечно, Бородовичко. Что вот, может быть, самое важное, что помогло? Работать в корпус, связывать с корпусом и больше дергать. Не делать крыльную атаку, а больше дергать, обманывать. Слышал? Слышал. Время слышал? Конечно. Стараюсь всегда слышать своих секундантов, потому что одно дело вести в бой, другое дело вести в бой со стороны. Конечно, решение всегда принимать мне в ринге, но я всегда должен слышать своих близких людей. Фёдор, скажите, пожалуйста, после этого боя, наверняка, журналистам опять придется написать, что у вас как бразилиц, как проблема. А вы сами, как себя я делаю сегодня? Никого я не знаю. С какими делаются мои проблемы? Сверси? Я всегда говорил, что бразильская школа очень похожа на нашу, именно тем, что бразильцы тоже выживают. Им нужно выбить... Это шанс выбиться... Ну, не в люди, наверное, а заработать на жизнь и стать человеком, стать бойцом. В Бразилии большая страшная нищета, поэтому это для молодежи, для ребят это большой шанс. Как и для нашей молодежи, как и мы в свое время... Рекорд 7-2, как вы думаете? Камил, а как вы посчитали этот бой, например, судьям Марием Уковым? Я посчитал ничего. Первый раунд? Да, я считаю... Да, ну, еще раз говорю, там, как бы мнение промоутеров, организаторов всегда пытаются выдать за одно из ключевых. Может, оно действительно важно, потому что у нас просто есть возможность об этом сказать. Мы же можем спросить у всех 7,5 тысячи, у меня спрашивают. Я так посчитал больше, что Федор проиграл, убедительно проиграл первый раунд и выиграл два следующих. Ну, не с таким разгромным счетом. Поэтому я посчитал ничью, да, и... Я так смотрю, по-моему, кто-то из судей тоже дал ничью, двое дали ему преимущество. Двое других, я так понимаю, логика такая, что они посчитали первый раунд 10-9, два следующих раунда выиграл Федор объективно. Ну, вот, к моему мнению, с чемпионом. Ничья была бы тоже справедлива. Вопрос к Фабио. Есть такая процедура в организации Союза МОБА. Да, есть такая процедура в организации Союза МОБА, в написании протеста. Будете ли вы пытаться пересмотреть результаты этого боя, или вы согласились? Да, пожалуйста. Я не хочу ни на что жаловаться, я не вижу в этом смысла. Я думаю, что мы показали достойный уровень. И оба мы были на равных, и после этого я увидела многих русских, которые хотели со мной сфотографироваться, которые меня принимали. И очень часто, когда приезжаешь в другую страну, очень приятно, когда зал начинает за тебя тоже болеть. И я даже слышал в какой-то момент, что кричали, бразилиц, бразилицы, поэтому я думаю, что они меня поддерживали и приняли мою сторону во многом. Поэтому, вот, да. Я думаю, что он показал, что он действительно серьезный спортсмен, серьезный противник. И все его удары, они очень болезненные, то есть они до сих пор очень во мне отзываются, и даже те, которые были не такими сильными, они все равно очень на меня влияли. Однако, я думаю, что все-таки первый раунд, после первого раунда, я считаю, что в моем пользе 10, в пользу Федора 8. Поэтому, если бы даже Федор выиграл в следующих раундах, то все бы закончилось ничей. Но я не знаю, я стою здесь, как вы, и я не reviseю, я не знаю. Я просто говорю, что мы не будем счастливы, но мы не будем счастливы, не будем счастливы. Но сегодня я очень счастливы, что здесь на Руссии. Я очень счастливы, что вы делаете часть моей истории. Это я сделаю мечтой. И я действительно, на самом деле, не хотела бы пересматривать результаты этой борьбы, потому что обычно люди, когда проигрывают, они расстраиваются. Я не расстроен. Я действительно реализовала свою мечту здесь, приехав в Россию. И поэтому я очень счастлив. И спасибо вам всем за это. Как его только не гнобили, согласитесь? Как только не называли, когда он сюда ехал. Вот ответ. Хороший вопрос. Я сейчас смотрел вокруг и посмотрел на людей, которые здесь сидят с нами в одном президиуме. И могу сказать, что, наверное, когда мы все это дело затеяли, 6 лет назад, ну и точнее, когда мы немножко разобрались, в общем, кто это такие, значит, мы, наверное, даже и не мечтали в тот момент, что вот мы все вместе окажемся за одним столом, каждый в своем качестве. Действительно, мне кажется, ну, великий день, великий день. Я сейчас ни в коем случае даже говорю не про то, что это вот наши дети, чем мы это сделали. Нет. Просто посмотреть на то, как люди радовались. Я уверен, что вся страна сидела у экрана, вся страна сопереживала. Всю страну подняли на уши сегодня. И действительно сделали это. Этот день, мне кажется, действительно войдет в историю, как нашей компании, так и всего российского спорта. Что дальше? Вопрос. Надо делать... Планка задрана, надо соответствовать. Надо делать большие турниры. Мы видим сейчас, что людям нравится. Люди готовы приходить, люди готовы болеть. Надо продолжать вкладывать силы и деньги в наших героев, в российских. Все то, что делает сегодня у нас в «Файтнайзе», все то, что делает Федор в своей команде, Федор Тимон. И будет отдача. Зрители у нас хочут приходить и болеть. Будут большие эфиры, будут большие турниры, будут большие стадионы. Но у нас план есть. Мы в год планируем делать 12 турниров в разных регионах России. И надо как бы соответствовать. У нас там большие планы, большие города, большие стадионы. Вопросы для Грозовича. Ариэ Литвиланя, скажите, пожалуйста, как близки вы были к нокауту в первом раунде? И собираетесь ли вы продолжать карьеру в последствии, в последствии, в последствии? Не знаю, насколько я был близок, потому что нокаута у меня не было. Ну, вы знаете, опасался, опасался потеряться. Поэтому старался максимально защищаться и не встать. Что касается дальнейшей карьеры, ну, сейчас восстановимся, отдохнем и будем рассматривать все предложения. Камил, как вы считаете, что это после турнира он переиграл в турнир, который был в нем ранее? Да, мне кажется, он изначально его переиграл. То есть, все-таки, давайте прямо скажем, участие Федора в любом турнире, и не только на территории Российской Федерации, оно сегодня... Я просто хочу называть вещи своими нами. Оно уже... Любое из турниров переводит в категорию топ. То, что мы увидели в итоге, мы увидели, ну, мне кажется, что такого заполненного зала, такой качественной картинки, напряжение, которое витало в воздухе, желание людей... Шесть часов шел турнир на минуточку, ни один человек не встал и не ушел. Все сидели, шесть часов просто пролетели. И поэтому турнир, мне кажется, состоялся во всех смыслах этого слова. Ну и поэтому, что его со вчерашним сравнивать? Вчерашний, завтрашний и так далее. Ну, просто большое событие получилось. И на фоне этого... Есть свои фанаты у Шлеменко, есть свои фанаты у Василевского, для них вчерашний турнир был главный. Наверное, не было. Но их, как бы, ничтожно мало по сравнению с тем количеством людей, которые болели сегодня. У Шлеменко закончился с... Казах на два боя, с один, два, три, с один... Он нам всегда был интересен. Я больше скажу, что... Если сделать небольшой экскурс в историю, то Шлеменко в России активно начали продвигать именно мы. Потому что мы в свое время, когда он еще был клиентом Беллатор, мы ему сделали бойся в себе именомор. Это, как бы, уже говорит о том, что он нам интересен был всегда. И менее интересен от этого не стал, потому что он нашими общими усилиями стал гораздо популярен в России, чем был. И такой спортсмен нам тоже нужен. Другой вопрос... Вот Саше задавали вопрос, почему там ты, Бомодин, и он что-то говорил о том, что я там за бутерброды, что ли, должен драться. И так далее. Во-первых, эти бутерброды были с шестью нулями, которые предлагали мы, это раз, всегда. А во-вторых, вы знаете, тут большой вопрос. Мы не демотивируем ли Виталия Минакова, например, если сейчас будем делать ставку на Шлеменко? Смысл. Есть Виталий Минаков, который разносит уже, в принципе, кого угодно. Надо приглашать ему достойных конкурентов искать, чем тратить деньги на сайт. Нет, ну там гораздо больше, там, с шестью нулями, с пятью нулями в долларах. Давайте так скажем. Такие цифры фигурируют. Поэтому у нас есть Владимир Минеев, у которого здесь, в этом зале находится. Расул Мирзаев, выдающийся атлет, который сегодня тоже сделал шоу, который никого не оставил равнодушным. При этом я ни в коем случае не говорю, что мы не ведем переговоры с Шлеменко. Будем их вести, конечно. Потому что, если мы хотим быть промоушеном номер один, мы должны постараться собрать всех, только бойцов у нас. И в продолжение темы, маленький вопрос. У Вячеслава Василевского тоже закончился контракт. Сейчас период эксклюзивных переговоров. Интересен ли он вам как соперник Владимира Минеева? В большей степени интересен Шлеменко. Потому что у них все-таки стиль ведения боя такой. Пытаются стойки бой провести. Все-таки учитывая, что на сегодняшний день Владимир Минеев пока еще, мне кажется, в борьбе не освоился. Василевский просто очевидно искал бы счастья в борьбе с самой первой минутой. Ну, будучи базовым борцом, предоставительным. И бой мог бы так и пройти. А Шлеменко он бы с Вовой порубился. Столько, сколько смог бы, по крайней мере. И вот он был бы интересен. Но Василевский, он был бы прекрасным соперником для Анатолия Токова. Я сейчас абстрагируюсь. У них наверняка хорошие товарищеские отношения. Он бы у нас мог промоушен с Токовым подраться. У нас есть Абусупьян Алиханов, который сегодня выступал. Но ребята интересные, 84 килограмма. Тоже, тоже интересные. Василевский мы будем беседовать. Ни в коем случае его два поражения, одно из которых я считаю, ну, таким. Ну, достаточно сомнительно. Выиграл, проиграл непонятно. Они ни в коем случае не перестали его считать героем. Не могу, надо садиться считать, но когда мы говорим о бюджет турнира, мы же не говорим только о том, что вот пришли люди, да, они увидели, что свет, звук, там, гонорары бойцов и так далее. Турнир требовал определенной подготовки. И это их, там, хорошая пиар-стория получилась. Вы наверняка оценили ролик, который мы сделали. Да, здесь стать автором этого ролика Сергей Шанович. Вот прошу любить и жаловать. Так, понимаете? Один из основателей компании FightNast Дмитрий Дерменев, который привожу к этому уху усилия. И вот мы не жалели денег. Я считаю, не нужно было жалеть, потому что этот ролик тоже был смотреть и через год, и через два, и через пять. А сейчас он еще, после такого боя, он еще интересный был. Да, Сангаджи подскажет, что надо закругляться. Вопрос. Вот, Петалин, Петалин, поделитесь с ближайшими планами, суббирьцы входит ли в них план вернуть и в поезд. Сейчас как раз наступает самое то время, когда об этом будем думать. И не сегодня, конечно. На самом деле, есть желание вернуть поезд, мы должны, так скажем, звезды должны сойтись так, что все то, чего, так скажем, на сегодняшний день я лишен, да, титула, лишен того контракта, который предлагался, новый контракт, довольно выгодный. И выгодный он стоит с точки зрения, что количество поединков было сокращено до четырех, что позволило бы мне, скажем, полюбовно расстаться с организацией, проведя четыре боя и стать свободным агентом и быть готовым для любых предложений. На самом деле, в этом направлении будем двигаться, потому что, если говорить о, действительно, профессиональной карьере бойца, то, не закрыв контракт с Геллатор, перспектив не сможет. Поэтому, безусловно, будем вести дальнейшие переговоры для того, чтобы восстановить те условия, которые в недавнем прошлом были достигнуты. Поэтому, да, я думаю, что в ближайшее время займемся этим вопросом. Я надеюсь, что будут шансы, возможности вернуть эти титулы. Ну что, сейчас, давайте один вопрос, и Сенгаджи заключительное слово, наверное, скажет. Скажите, пожалуйста, какой вопрос? Сегодня из зала выглядел похож бой был Федора и Пабио на голливудские фильмы, ну, типа Рохи. Тяжелое начало и такой вот продолжающийся. Как вы думаете, не верно? Возможно, это в дальнейшем. В общем-то, зал этого принимала именно там. Ну, жизнь Федора, его карьера уже в фильм, наверное. Ну, именно вот сегодняшний год. я думаю, что точно кто-то предложит снять об этом художественном. Ну, главное вопрос, что все, наверное, только начинается, да, Федор? Наверное, мы сейчас опередим, чепанемся. Ну, так, это, наверное, эпизод из фильма точно на сегодняшний день. Большой день. Большой день. Субтитры сделал DimaTorzok